Сегодня, о чем шла речь, что такое число Рамсея, классический объект комбинаторики. В наиболее классическом случае зависит от двух параметров S и D. S и D, товарищи, это какие-то натуральные числа. Например, 3 и 4. Вот как на той доске. По определению, это наименьшее такое натуральное число N, наименьшее такое натуральное число N, что при любой раскраске ребер, именно ребер, а не вершин полного графа на N вершинах, в красный и синий цвета, при любой раскраске ребер полного графа на N вершинах, в красный и синий цвета, либо найдется полный подграф на S вершинах, на S вершинах, у которого в серебра красные, серебра красные, либо найдется полный подграф на T вершинах, у которого в серебра синий, полный подграф на T вершинах, у которого в серебра синий. Такое вот замечательное определение. В частности, конечно, вам рассказали, самый классический пример числа RMS, это утверждение, знаете ли, о том, что среди любых шести человек либо найдется трое попарно знакомых, либо найдется трое попарно незнакомых людей. Совершенно классический комбинаторный факт. Вот, только что речь шла о том, что, скажем, R3,4 это в точности 9, и если вы посмотрите запись, то там это, конечно, подробно, аккуратно доказано, за исключением вот этой картинки, которая появилась сегодня. Значений числа RMS известно очень мало, только некоторые из них удается отыскать, даже в общем случае, чему равняется вот такая вот величина, неизвестно, некоторые из вас, возможно, не знают, что такое логарифм, но вы развлекитесь так из общих соображений. Значит, неизвестно, чему равняется R3T, известно только неравенство. R3T не превосходит T квадрат поделить на логарифм T, грубо говоря, там с точностью до небольшой поправки. И известно, что эта величина больше не равна 1 четверть T квадрата на логарифм T. Ну, если вы не знаете, что такое логарифм, то не переживайте, вы когда-нибудь узнаете. Но вот удивительный факт состоит в том, что числа RMS даже для треугольников неизвестны, и формулы для них нет. А я сегодня хотел порассуждать про какие-то аналоги числа RMS, которые, возможно, не столь классические, как вот это вот, но которые тоже изучаются в науке, и которые довольно забавно на самом деле соотносятся с классическим числом RMS. Вот, смотрите, мне еще нужны будут оценки при произвольных S. Вот это точно было на прошлой лекции. Точно было доказано, что число RMS в случае, когда параметры совпадают, когда S равняется T, называется диагональный случай. Значит, вот в этом диагональном случае число RMS точно не превосходит S2S минус 2. И дальше было написано неравенство 4 в степени S минус 1. И более того, была применена формула Стирлинга, с помощью которой была показана некоторая там асимптотика. Но про это я сейчас говорить не буду, потому что для меня сейчас такие тонкости не так важны. Вот, а кроме того, было доказано, что R от S, больше не выравняется. Как видите, у нас есть большой зазор между верхней и нижней оценками. То есть, когда S растет, нижняя оценка это всего лишь, грубо говоря, 2 в степени S пополам. В то время как верхняя оценка это 4 в степени S, и это, конечно, гораздо большая величина. Если вы скажете, S равен 10, то нижняя оценка получается 2 в 5 умножить на 10. Это всего лишь 320, правильно? 2 в 5 умножить на 10. 32 умножить на 10, это 320. В то время как верхняя оценка это 4 в 9 при S равен 10. А 4 в 9 это 2 в 18, то есть 262 144. Ну, 320 или 262 144. Это очень сильно разнящаяся величина, и зазор этот только вырастает с ростом S. То есть, проблема очень нетриверная.